Члены предложения Дополнение подчеркивается пунктиром и Обстоятельство подчеркивается пунктиром с точкой. Начнем с грамматической основы. Подлежащее – это главный член предложения, обозначает предмет речи, отвечает на вопросы о ком или о чем говорится в предложении, или на вопросы кто или что является действующим лицом в предложении, и выражено существительным или местоимением в именительном падеже. Корабль пришел в порт. Что? Корабль. Корабль что сделал? Пришел в порт. Корабль является подлежащим, выражено существительным в именительном падеже, отвечает на вопрос «что?». Сказуемое – это главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем. Сказуемое может отвечать на разные вопросы и быть выражено разными частями речи. Если сказуемое отвечает на вопрос «что делает предмет?», то оно будет выражено глаголом. Если сказуемое отвечает на вопрос «каков он, этот предмет речи?», то в таком случае сказуемое будет выражено кратким прилагательным. Если сказуемое отвечает на вопросы «кто он такой, этот предмет речи?», «что это такое?», в таком случае сказуемое будет выражено существительным. «Мой кот спрятался под шкафом?». «Мой кот что сделал?» «Спрятался». Сказуемое выражено глаголом. «Мой кот важен и красив». «Мой кот каков?» «Что говорится про кота?» «Он важен и красив». Сказуемое выражено краткими прилагательными. «Мой кот – великий хитрец». «Мой кот – кто он такой?» «Что про него говорится?» «Он хитрец». Сказуемое выражено существительным. В последнем предложении между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире, потому что они выражены существительными в именительном падеже. Поговорим теперь о второстепенных членах предложения. И первое из них – это определение. Определение обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «какой?», «чей?» и чаще всего выражено прилагательным или местоимением. «Над рекой висел узкий мостик». «Мостик какой?» «Узкий». В этом предложении определение выражено прилагательным. «Мой телефон разрядился». «Телефон чей?» «Мой». В этом предложении определение выражено местоимением. Иногда так бывает, что определение отвечает на два вопроса. «У дома бабушки всегда растут цветы». «У дома кого?» или «чьего?» «Бабушки». И в таком случае определение выражено существительным в косвенном падеже. Дополнение. Это тоже второстепенный член предложения, который обозначает предмет, на который направлено действие. Дополнение отвечает на падежные вопросы и выражено существительным или местоимением в косвенном падеже с предлогом или без. «Я сегодня по математике получил пятерку». «Получил почему?» «По математике». Дополнение выражено существительным с предлогом. Существительное находится в форме дательного падежа. «Получил что?» «Пятерку». Дополнение выражено существительным в винительном падеже. И последний второстепенный член предложения – это обстоятельства, которые обозначают причину, место, время, образ действия. Обстоятельства всегда связаны с действиями и чаще всего зависят от глаголов. Обстоятельства отвечают на вопросы «как», «где», «куда», «когда», «насколько» и другие. Это вопросы наречий, и поэтому чаще всего обстоятельства выражены наречием или существительным в косвенном падеже. «Из кустов неожиданно выпрыгнул кролик». Выпрыгнул как? Неожиданно. Это обстоятельства, образы действия выражены наречием. Выпрыгнул откуда? Из кустов. Это обстоятельства, место, выражено существительным в косвенном падеже. Продолжение следует...